Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-пользователи. Мы находимся в центре Сангетти, меня зовут Майкл Мелехов, рядом со мной руководитель бюджетного проекта. Джозеф Иосиф Розенберг и добрый день, дорогие друзья, добрый день, Майкл. Да, мы продолжаем нашу беседу о том, как правильно пользоваться кредитной историей, кредитными карточками для нашего же всеобщего блага, для финансового блага и для бюджета. У карточки есть сегодня у всех кредитные карточки, но, как выяснилось, не все умеют ими пользоваться. Вот это удивительная штука. И сейчас вот мы с Джозефом побеседуем, как же пользоваться кредитными карточками, то есть то, чего мы не знаем. Ну, скажем так, прежде всего и самый главный такой вот краеугольный камень в работе с кредитными карточками связан в том, что практически нигде, ни один источник не говорит о потенциале кредитных карт. Вот. А я стараюсь вот этот потенциал выявить, чтобы он работал для бюджета. Но сначала мы прервались на прошлом занятии на том, что мы говорили, как пользоваться кредитными карточками, но, я думаю, как-то ушла тема того, какая вообще в принципе цель. Цель кредитных карточек? Пользовая, учение правильно пользоваться кредитными карточками. Так вот, банки хотят, чтобы, пользуясь кредитными карточками, мы через определенное время вышли на уровне Intelligent Customer. Мы уже много раз на эту тему говорили. Вот. Давайте напомним все-таки нашим братом. Прекрасно. Кто такой интеллигентный, неинтеллигентный? Ну, хорошо. Идеальный клиент. Идеальный клиент. Идеальный клиент. Но клиент, который разбирается во многих вещах? Вы знаете, банк не волнует, как вы разбираетесь. Он только анализирует ваш опыт. И если видит, что ваш опыт правильный, то, скажем, если человек правильно ведет машину, то в конечном счете, горено синим огнем, в очках он или не в очках. Если он опыт показал за долгие годы, что человек правильно пользуется карточками, что банки не боятся ему давать большие лимиты и так далее, вот он на этом, используя за годы, используя вот этими, пользуя кредитами, он достигает уровня, когда любой банк готов ему дать займ. Понятно. Хорошо. Если мы говорим в цифрах, это должен быть хороший кредит скор, ну, скажем, в нашей стране это, скажем, 740-750. Но что еще более важно, еще более важно, это средняя кредитная линия. Вот это фактор, который говорит о том, что человек давно в бизнесе, потому что по идее банковской системы, для того, чтобы получить кредитную линию, скажем, в 10 тысяч, я должен пройтись путь от того, как мне открыли первую карточку, буквально с закрытыми глазами банк открыл, просто так дал мне тысячу долларов, и каким образом я заработаю себе право, чтобы эта карточка превратилась в 10 тысяч. Так вот, стандартная практика, которая расписана по всем изданиям, по всем источникам, говорит, что вы это будете делать очень простым способом. Пользуйтесь правильно карточкой, используйте ее, платите вовремя, и каждый год мы вам без вашего запроса автоматически будем ее увеличивать на 20-30%. Ну так вот, если кто-то не поленится, возьмет в руки калькулятор и посчитает, то выяснится, чтобы от 1000 до 10 тысяч этот путь занимает на секундочку 12 лет. 12 лет потребуется для того, чтобы из 1000 я сделал себе 10 тысяч. Вопрос другой, что, если вы используете карточку, просто вопрос удобства, то есть просто, чтобы не пользоваться чековой книжкой, не носить с собой кеш в резиночке, так знаете, в рулон сложен. Это я в детективах смотрю, там они так... Вот. То об этом у людей голова не болит. И я вижу, что, допустим, когда я работаю с людьми, я вижу, человек в стране находится там 20, 15, 25 лет, а у него кредитная линия 8 тысяч, 9 тысяч, 10 тысяч, потому что у него никогда не стояла задача, что эту линию надо как-то поднять искусственно. А естественно, она вот так потихонечку, так как вялотекущая ризофрения, поднимается. А вот у меня к вам практически вопрос. Объясните мне такую вещь. А вот это не надо. Я совсем недавно открыл себе кредитную карточку. О, две даже кредитные карточки. И мне, несмотря на мой там очень хороший кредитный скор, несмотря на то, что у меня много кредитных карточек, мне открыли всего на 10 тысяч. Ну, во-первых, что значит всего? 10 тысяч это очень хорошая кредитная линия. Раньше мне открывали на 30 тысяч. Вы как раз попадаете. Значит, давайте скажем так. Во-первых, мы не знаем, какой в тот момент был у вас кредитскор. Потому что кредитскор это как давление. Вот меня сейчас померили, у меня там 120. Потом на меня кто-то косо посмотрел. И через минуту у меня стало 150. Поэтому вполне возможно, что в тот момент, когда система сканировала ваш скор, он у вас был там не 800, а допустим 720. Это раз. Это могло снизить лимит этой карты. Во-вторых, я не помню вашу кредитную историю, но если вы не поленитесь, сядете и посчитаете, какой у вас средний лимит на ваших кредитных карточках, у меня подозрение, что средний лимит будет где-то в районе 10. Потому что я знаю вас как консервативного кастомера, покупателя. И то, что у вас есть 30 тысяч, это хорошо. Но я допускаю, что у вас, наверное, есть карточка и на 5 тысяч. Вот если эти две карточки собрать вместе, оказывается, средний только 15. А если смысл закрыть ту карточку, то ура 5 тысяч. Давайте скажем так. Все имеет смысл, если мы соотнесем с целью. Вот если есть цель поднять средний лимит, имеет смысл поднять. Либо посмотрите, мы уже такие практические вещи говорим, это выходит за тему нашего разговора. Самое главное, посмотрите, что если у вас есть две карточки одного и того же банка, есть большая вероятность, что вы можете их собрать вместе. И вот если ваша та пятитысячная карточка, которая вам картину портит, в то же время у вас есть такая же карточка, там на 8 тысяч или на 10, попросите банк соединить их вместе, и у вас, вы убьете двух зайцев сразу, и у вас количество карт уменьшится, а число кредитной линии останется тоже. Это поднимет ваш... Хорошо, об этом мы поговорим за пределами нашей программы, как это сделать технически. Ну, хорошо. Так как правильно пользоваться все-таки... Давайте все-таки я продолжу. Здесь есть еще один парадокс, который, ну, скажем, мало кто на него обращает внимание. Вот мы уже говорили на эту тему. Как вы думаете, Майкл, какой лучший способ экономии бензина? При вождении машин. Вы мне сейчас расскажете кучу историй. Нет, самый лучший способ экономии бензина не ездит на машине. Ну вот, я же договорился, что вы не должны сразу так отвечать на этот вопрос. Это правильный ответ? Именно. Именно. Вот. Это случайно. Да, это случайно, да. Вы же понимаете, мы репетировали уже много раз, но... Да, ну, хорошо. Ну, так вот. И аналогичная ситуация происходит с оценкой кредит-скор. Есть такой нюанс, который мало кто из людей на это обращает внимание, такая специфика. Так вот, проблема оценки нашего кредит-скора, пересчета его, заключается в том, что при всей мощности программного аппарата, при всей мощности вот этого хардвора, которыми пользуются кредитные бюро, тем не менее, объемы информации, которые через них проходят, они, я не знаю, население Китая, если поставить сюда вручную, они не смогли бы обрабатывать это. Поэтому тот алгоритм, который оценивает меня, рассчитывает мне кредит-скор, он просто как табуретка. Вот. И они, программа построена таким образом, чтобы как можно меньше факторов должны были участвовать в этом анализе. Так вот, самый первый и главный фактор, который определяет, ну, скажем, мое экономическое здоровье с этой точки зрения, изменение месячного пеймента. Почему? Потому что изменение месячного пеймента, оно отражает изменение моего долга. Это как понять изменение? У нас есть два варианта по кредитным барышкам платить. Или минимальный делать пеймент? Ну, ну, ну. Мы говорим про минимальный пеймент, а все остальное никого не интересует. Речь не идет о, сколько я сделаю пеймент. Речь идет о том, что банк посчитал, что у вас за 10 тысяч вам надо заплатить 300 долларов. В месяц. В месяц, да. Потом в следующий месяц они вдруг увидели, что вам минимальный пеймент стал не 300, а 100. Почему? А потому что вы 5 тысяч выплатили. Поэтому, когда пеймент уменьшается, файка растет. Это говорит о том, что вы выплачиваете агрессивно свой долг, что хорошо. Если мой пеймент увеличивается, значит, я занял деньги, и я не могу сказать, что мой кредит упадет, но он может затормозиться в росте или просто остановиться. Вот. И это происходит именно на кредитных карточках, потому что этот аккаунт, ну, скажем так, академически, называется револвинг. Что это такое? Он, его размер зависит, изменяется он. Он меняется. Вот. Что не относится ни к моргичу, ни к карлону, ни к студенческим лонам. И по этой причине вот эти три больших, огромных сектора информационных не влияют на наш кредит-скор. По крайней мере, в положительную сторону не влияют. Если вы там где-то сделаете лейт-пеймент, конечно, вы получите по мозгам за это. Вот. Поэтому, ну, скажем так, для американской аудитории покупать машину для того, чтобы у вас улучшился кредит-скор, это выкинутые деньги. Открыв карточку на 300 долларов, эта карточка повлияет на ваш кредит-скор много лучше, чем вы купили и профинансировали там Lexus на 50 тысяч долларов. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok